Всем привет ребята! Зовут меня Андрей и сегодня я вам хотел показать еще один мой аккаунт. В свое время мне игра очень нравилась и я завел очень много аккаунтов в World of Tanks, а теперь не знаю что с ними со всеми делать. Вот ей богу, хоть как бесплатно раздавай как пирожки, только никто не забирает. Так вот ребята, чем он примечателен? На этом аккаунте чуть более 70% побед. Половина из боев я играл соло. Есть 3 прем танка 8 левела ребята. Итак, начнем, начнем пожалуй с 4 левела. Слишком долго я здесь останавливаться не буду, здесь ничего примечательного нету, разве что за исключением ПЗ-Б2. Танчик очень редкий, я давно его хотел получить. Фановый нагибает ребята, всегда в топе. Иногда хочется отдохнуть от 8, 9, 10 левела. И поиграть в песочнице ребята. Боев немного на нем, но в принципе фановый танчик. Т-28 лучший вот этот вот стюарт китайский. Это все по фану ребята. Лагу кстати неплохой. Вот шведов недавно начал качать, на Валентайне не играл. Итак ребята, следуем дальше. 5 левел. Аккаунт я недавно качаю ребята, поэтому 5 левела у меня много. М7 фуфло ребята. Ну про 67 мало что могу сказать, помимо того, что он очень нагибучий и так все сказано за ним. А вот Шкода кстати, меня немножко порадовала тем, что... Я думал, что Шкода будет намного хуже. Но нет ребята, не нагибучий, но не такой плохой, как мне казалось. А вот Джофф часто хвалил вот этого итальянца 5 левела. Ну вот пусть сам на нем и играет ребята. Да, он может танкануть четверку какую-нибудь, может быть одноклассника. Но чаще будешь попадать к шестеркам и семеркам, где там будешь насасывать. Черчилль 3, ну вряд ли достоин сейчас внимания. ВКшка неплохая ребята. Вот у меня Вальверин есть еще. Кстати, который отдавался за марафон, довольно таки неплохой. Есть Эксельсиор. Ну так себе машина ребята, так себе, даже не выкатывал. Далее, что у нас. Арл, танчик беспонтовый. Но, я на нем как-то умудрился взять пула, ребята. Пула, ребята, на этом танчике. Причем пушка у меня не была топовой тогда. 12Т, тоже по фану машина. ВК, мало популярная в рандоме. Но, у меня иногда даже получалось на нем делать 3000 дамага за бой. То есть, для шестерки это достаточно хорошо. Колесник мне не понравился, француз. Ну, хеллкат он и в Африке, хеллкат ребята. 34, 85, соло 69, 70 процентов можно тащить, ребята. Вполне. Там еще китаец был довольно таки неплохой, ребята. Шестого левела. Седьмой левел. ИС, ИС, полная какаха в нынешнем рандоме. Попадая к девяткам, это грусть и печаль. Даже Е75, который насасывает в рандоме. Если там не полный придурок сидит, вы ему ничего не можете сделать, ребята. Т-20 классный танчик. Т-20 классный. То есть, 70 процентов побед, 71 на нем. Вообще изи, ребята. То есть, гнет, нагибает, огрызается. Они, в отличии от ИСа, этот танчик радуют. Нагибает, может даже с девятками воевать. Можно ставить фугасницу, тогда будете пробивать. Ну, у меня такая пушка топовая, не фугасница, ребята. Я предпочитаю на них, что быстрее сводятся. Но иногда пофаниться на фугаснице тоже можно. Далее, ребята, что здесь есть. Восьмой левел. Самый смак на этом аккаунте. Есть бульдог. Купил его, мне досталось, повезло. Купил его на черном рынке. Ну, ИС-3, это понятно. Он, наверное, есть в ангаре у каждого. Колесники, ребята. Сам на колесниках играю редко. Но ужасно бесит, когда попадается в рандоме. Особенно в линии фронта. Карты большие, попасть очень тяжело. То есть, колесники там лютуют, ребята. Из-за того, что карты большие. А вот в рандоме, да, они не так сильно. Но все равно доставляют хлопот. И мильку я уже выкачал. Линия фронта у меня, по-моему, здесь седьмая, ребята. У меня так много. Седьмая доблесть. Да, седьмая, ребята. Осталось чуть-чуть и будет девятка. Аукционный танчик. Скорее всего, который будут называть... Блин, не помню. Ну, не суть, ребята. Ухо есть. В рандом не выкатывал. Кстати, у меня здесь три девочки скилловые сидят. Вот четвертый перк заканчивается у первых. Ну, так себе. В рандоме я катать бы не стал. Но вот в линию фронта неплохо заходит. Першинг в топе давно уже Паттона почти выкачал. Ну, и самый классный танчик это Проджета 46. Его нигде не достать, кроме как за деньги. И то не всегда он продается, ребята. Ну, вот, ребята. Если хотите, то, пожалуйста, ребята. Пишите свое мнение в комментариях под видео. Я постараюсь ответить всем, если будет свободное время. Ну, я читаю, ребята, комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение. Ставьте лайки или дизлайки. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok